Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Вольга Уралочка Лайв. И у нас с вами рубрика по комментариям. Утренняя рубрика по комментариям. Погуляла я по уральскому каналу, и вы знаете, я почему-то думала, что опять польется мед. Ну, у уралки обычно из крайности в крайность. То, слушайте, ее там хают, то в следующий раз уже, под следующим видосом, хомяки начинают лить мед. Ну и тут-то было, тут, скажем так, 50 на 50. И неужели и правда люди прозревают? Поделюсь, ребят, некоторыми комментариями, и один из них, ну, который я не буду в полном объеме зачитывать, просто расскажу, рассмешил меня по полной. Ну что, давайте начинать. Мы ничего не думаем, а вы думаете в меру своей испорченности. Это как раз-таки касается того, когда уралка с сафаркой решили измерить в сантиметрах морковку и, значит, обозначить, кто что думает, когда морковку увидели, которая была перекручена одна с одной. Фантазии, конечно же, зашкаливают. И действительно, никто ничего и не подумал. А как кто-то мог что-то подумать, когда сразу мозг включился у обоих? Ну, потому что там как раз-таки, ребят, что у одного, что у второго идет голодание на этом фоне. Поэтому как раз-таки им остается только о чем думать? Остается только думать и представлять морковку в виде чего-то другого. Но им только думать остается, ребят, и представлять. Потому что в действии там абсолютно ничего невозможно. Дальше, ребят. Вот все возмущаетесь, что комментарии не такие. А можно вопрос? Зачем вы показываете свою жизнь? Если для души, давно закрыли бы их. Негатив никому не нравится. Значит, для контента. А значит, и нечего возмущаться. На самом деле, контент – это их доход. Это их кормёжка. Это их жратва в холодильниках. Ну и многое-многое другое. Поэтому им выгодно. И пофигу, что там напишут в комментах. Только, ребят, одно. Когда пишут в сторону сафарика что-то плохое, тут же всё подтирается. И сафарика-то ещё и нельзя показывать, когда он простужен, когда он болеет. А вот Уралку можно прополоскать по полной в комментах и показать во всей красе. И да, я думаю, что сафар Уралочки приговаривает зачастую. Да ты не читай, не обращай внимания. Да всё нормально. Больше комментариев, больше денег. Я, ребят, более чем уверена, что как раз-таки, когда написывают негативные комментарии в сторону Уралочки, он как раз-таки её так и успокаивает. Негатив, позитив – неважно. Это всё деньги. Дальше, ребят, опять про фантазии. Ни у кого не было никаких фантазий. Это сафар ржал с намёками на твои слова про морковь. На Уралкины слова. Конечно, ребят, они постоянно обращают внимание. Огурцы покажут длинные, уже ржут. Морковку в прошлом году та же песня была. В этом году ещё решили меня голодной на морковку сделать. Представляете, было бы что, но уже голод на морковку, простите, такой мерзостью, как вы с сафарелкой. Я не занимаюсь. У них как раз-таки всегда фантазии на эту тему. Я ещё раз повторю, им остаётся только фантазировать. Ни на что больше они не способны. Поэтому, ребят, у них постоянно такая реакция. То на огурцы, то на морковку. А ещё реакция есть на чупа-чупсы, да, на леденцы. Вот это они хорошо для себя усвоили. А больше нечего усваивать. Дальше, ребят, комментарии. Сафарбик Нурович Азизов, 16.02.88 года. Это, я понимаю, год рождения, но мы с вами уже об этом знаем. Как не стыдно хаять целую нацию. Вам с Уралочкой до белорусов далеко. Это искренние люди, добрые, не трепящие фальшь. А вот таких мошенников, как вы, там не найдёшь. А Урал пусть гордится вами. И насчёт морковки только вам в голову и приходит грязь. Никто из подписчиков даже не подумал, что на уме, то и на языке. Серьёзно, ребят, я уже говорила в предыдущем своём обзоре, для меня морковка вкусный, красивый такой яркий оранжевый овощ, сладкий. Ну, а для Уралки с сафариком, видать, это какое-то особое орудие. Ну, и вы сами понимаете, из-за чего, для чего и зачем. Дальше. Оля, ну откуда из тебя каждое видео вылезает то негатив, то грязный намёк? Научись иногда молчать или редактируйте ролики. Сами себе враги, что ли. Я, ребят, хочу отметить, что под всеми этими комментариями огромное количество лайков. От трёхсот лайков. Представляете, сколько согласных людей. Ну, а у Ралочки, ребят, остаётся только думать о грязном, потому что чистых мыслей у этой женщины как не было, так и не будет. Остаётся только фантазировать о всякой грязи, мерзости, потому что ничего другого её не ждёт и ждать не может. Ну, и дальше отвечу на комментарий по поводу вишенки белорусски, что якобы я могу быть полячкой, эстонкой, латышкой, литовкой, татаркой. Знаете, на самом деле любая нация хороша. Любая из перечисленных. И поляки, и эстонцы, и латыши, и татары, и русские. Все нации хороши. Комментаторша, видимо, совершенно с кукухой не дружит. Ей просто интересно, наверное, было знать, белоруска ли вишенка. Вишенка, да, коренная белоруска, мама, папа, дедушка, бабушка, прадедушка, прабабушка, прапрадедушка и прапрабабушка у меня все белорусы. И я горжусь, что я белоруска. Ну и дальше продолжаем, ребят, читать уральские комментарии. Оля, никто ни о чем не подумал. А вы с Сафаром сами глумитесь над этой морковью. Сами же заостряете на этом внимание. Сафар не дуром ржет, что он сам голодный. Ну, видимо, так, ребят. Раз заострял Сафар, внимание на этом. Ну, значит, получается, что его голод и мучает. Ну, человек, который наслаждается жизнью и любовью в полном объеме, никогда не станет заострять внимание на морковке, да еще не как на овощи, а на чем-то другом. Это как раз-таки и говорит о том, что голод ужасный. Ну, а как тут не будешь голодным, когда рядом возле тебя бабка? Да еще и показал как раз-таки в видео во всей красе свою любимую, у которой живот на полу лежал. Так что здесь, ребят, ну, без вариантов. Здесь все понятно. Кто голодный, тот и говорит о голоде. А нормальные, адекватные люди воспринимают овощи как овощи. И не как за что-то другое. Ну и дальше все та же тема. Олюшка, еще никто ничего не успел подумать. А вы уже сообразили. И вот давай людей поласкать. Так кто у нас выдумщик великий, Оля? Конечно же, кто выдумщик великий? Уралочка. Таких еще поискать надо. Фантазерка еще та. У нее что ни день, то новые сказки. Дальше. Оля, это не чьи-то фантазии, а ваши, вы сами все придумываете. На себя посмотри, прежде чем говорить гадости про белорусов. Ребят, ну, понятное дело, что они все это пытались в мою сторону вылить. И вот не даю я им никак покоя. Ну, просто так они меня любят, в кавычках, что свою мерзость готовы прям на меня переложить. Это же насколько надо быть мерзкими, голодными, озабоченными, чтобы всю эту грязь показывать и даже не понимать, что люди же не слепые. Все видят и все понимают. Ну, и практически последний комментарий, который я хотела бы зачитать. Какая-то странная реакция на вид моркови. У людей явно физиологические проблемы в отношениях. Конечно же, проблемы присутствуют. Ну, а как же без проблем? Уралке 54 года. Живот по колено. Сафар молодой. Ему 35. А что, разве здесь может быть что-то нормально? Тут даже задуматься, что действительно физиологические проблемы существуют. Ну, и дальше. Я как-то смотрела вас с удовольствием, но твой Сафар-провокатор начал доставать. Это разве мужчина? Вы, наверное, судите всех по себе. Тебе, наверное, не хватает мужского внимания, что на моркови меряешь сантиметры. И да, ребят, подобных комментариев много. Это не все, что я нашла и зачитала. Люди не слепые. Люди всё прекрасно видят и прекрасно слышат, и прекрасно замечают. У кого злость, у кого мерзость прёт, у кого враньё, ну, не все же такие глупые, как у Ралочка и Сафар, и как их преданные хомяки. А ещё, ребят, напоследок хочу, знаете, рассказать, от чего же я смеялась. Нашла я на канале комментарий у Ралочки, что якобы мои родители выгнали меня из дому, и ребёнка у меня забрали. Ребят, ну, правда, это уже совсем не смешно. Моих родителей нет. Скоро уже два года, как папы нет. И скоро полтора уже будет, как мамы нет. А ребёнков у меня, собственно, и нет. У меня все дети давным-давно взрослые. Ну, а по поводу больная, так это, хомячка, ты больная. Да ещё и на всю голову. И я думаю, что это уже проблема, потому что в таком случае уже и к врачам обращаться поздно. Но на самом деле комментарий меня повеселил. Вы знаете, это не один такой комментарий. Я много раз читала про то, что якобы у меня то детей маленьких забрали, отняли у меня, то вот лучше бы вишенка села бы, книжки с детьми почитала. На самом деле придёт время, и буду читать с внуками. А с детьми, увы, я уже читать книжки не могу. Дети взрослые, и скоро своим детям будут читать книжки. Это насколько, слушайте, нужно быть глупыми и плести такую чушь, что у меня кто-то детей забрал, когда дети мои давным-давно взрослые, и мы только друг к другу ездим в гости. Ребят, ну, знаете, вот на бестолковых-то и не обижаются. Ну, как можно на бестолковых обижаться? Правда же? Они сами обиженные, они сами несчастные, но неспроста же они сидят на канале у Уралочки и пишут ей хвалебные оды. Нет великого счастья. В общем, мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу, оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. На этом буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok